дамы и господа приветствую вас на своем канале в этом видео поговорим с вами про штурм сау в принципе я на них не играл поскольку только каким-то крупным блогером по игре мир танков дали покататься на них в рандоме они протестировали покатали высказали свое мнение по стриме ли это я на этом не играл поскольку видимо канал у меня еще маловато до этого не дорос если вам мое мнение не интересно то в принципе можете на него вообще внимание не обращать но если вам мое мнение интересно и хотите высказать свое можете в комментариях написать что вы про это думаете я же в видео расскажу что думаю про это я отталкиваться я буду только от увиденного в бою я их встречал посмотрел как различные топ-блогеры поиграли на этом и сейчас расскажу что что же я про это все думаю давайте сначала вкратце поймем что это такое для тестирования доступен объект 261 вариант 4 раньше тестировали его либо с фугасами либо с кумулятивами нынешний вариант тестировался и с фугасами и с кумулятивами и это дало больше вариативности как я посмотрел можно шотные танчики забрать или если танк стоит вражеский бортом танкует можно ему туда куда-нибудь фугасиком присунуть 200 300 400 урона плюс-минус когда как можно нанести даже если челик не ошибается и стоит рам будет хорошо и спрятал все свои зимы зоны если соперник стоит и подставляется можно прислать ему кумулятив на 650 у кумулятива пробитие 300 сверху вниз по навесной траектории летит снаряд пробития 300 более чем достаточно чтобы пробивать даже там где казалось бы уязвимой зоны нет поскольку сверху вниз приведенная броня становится не такая уж приведенная и не сильно уж и броня поскольку у многих танков влд допустим там 140 миллиметров 160 миллиметров и это грозная броня танкует только если вы стоите перед врагом непосредственно напротив а если вы смотрите сверху то приведен к уже уменьшается ее почти нет и по сути у нас пробить и раза в два больше чем брони у врагов плюс-минус конечно же все зависит от врага и в какое место мы попадаем но никто не отменял гусеницы пушки экраны кумулятивы также могут еще и рикошетить при очень 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 острых таких углах где там буквально черкачем но они могут рикошетить и правило 3 калибра здесь перестает работать что тоже добавляет неожиданных результатов стрельбе кумулятивами также сплэш у нас там 17 метров насколько я помню что может зацепить несколько танков и у нас нету оглушения у снаряда который фугасом стреляет также у танка нормальное количество хп не как у арты балансит его напротив арты и он занимает место в балансировщике вот когда в бой закидывает он штурм сау занимает место обычной арты то есть на одну арту обычную меньше зато вот штурм сау нас дальность стрельбы 150 метров насколько я помню в общем не суть важно сколько там она стреляет дальность 150 или 200 метров в любом случае это супер тест это х не финальные всем блогерам я так понимаю заставили их везде писюльку это приписать что это х не финальные чтобы люди понимали что это только в разработке еще образно говоря понимаем что она стреляет недалеко но какой в этом прикол прикол в том что если хоботок поднять вверх и задрать корпус на какой-нибудь кучке или если мы стоим на возвышенности а враги внизу то мы можем стрельнуть и на все 300 метров и тут уже дальность стрельбы как-то не особо нас сильно ограничивает также снаряды летят очень медленно но все равно ими попадать можно вот можно допустим посмотреть видео про штурм сау как играл юша и понять что так стрелять не надо и можно посмотреть видео от нырью про штурм сау и понять что стрелять на штурм сау надо вот так за счет того что снаряд летит медленно нам нужно стрелять либо в стоячий танк либо когда он задает назад нужно подлавливать его и пока назад потихоньку едет стреляем ему немного на ход и снаряд как раз ему в башку и прилетает и кумулятивами по 650 это очень больно. Также у этой штурм САУ 5 градусов УВН, броня примерно как у объекта 268, насколько я понял. То есть оно там в теории что-то иногда чуть-чуть отбивает, но в целом не особо бронированное. Вот немножко мы так в целом образно познакомились с этим танком. Также там еще сведение 5 секунд и точность 1 целая на 100 метров. При хорошем оборудовании экипажей до пайках и всем остальном там примерно точность 0,8 чем-то и перезарядка 21 секунда. В теории если вы просто станете в позиции даже за укрытиями там, даже бывает что за стеной если в ней есть дырка или в крыше дырка есть или вроде как за кучей стоите или за горой, все равно вам штурм САУ не прям везде, но много где может закинуть. У него навесная траектория и в теории каждую 21 секунду вам может прилетать кумулем на 650. Да, оно может не всегда попадать, не всегда пробивать. Также у нас еще карты не подготовлены под эти штурм САУ, никто их не готовил вообще никак. У нас просто были карты и тут вдруг решили воткнуть туда штурм САУ. Дисбаланс респал на картах может и без штурм САУ удивить. Что будет еще и со штурм САУ, если много игроков на это сядет поиграться, вообще сложно даже сказать что может произойти. И сильнее всего и удобнее всего им разбирать всякие позиционки, всяких медленные жирные танчики, которые стоят где-то там в позиции и эти штурм САУ гадят им на голову. Теперь представьте картину, кого больше всего будут бесить штурм САУ. Те кто пол боя ехали на какую-то чуть ли не единственную позицию, доехали и тут им по 650 на голову каждый 21 секунду прилетает, иногда конечно пробивает, иногда нет, но в любом случае такая вероятность есть. Точность не самая ужасная. 0.8 это когда ваш весь танчик покрыт кружочком и не так уж много места, чтобы ему прям всегда лететь куда-то мимо. Большая часть снарядов будет попадать именно в ваш танк и только если вы быстро двигаетесь, вы можете быть очень противным для штурм САУ, поскольку летит снаряд медленно. Но если вы сдаете назад и делаете это равномерно и одинаково, игрок на штурм САУ может легко привыкнуть и стрелять вам под жопу каждый раз, когда вы откатываетесь. В видосе УниРью очень хорошо видно, как игрок раз за разом и один и второй получает на откате, когда начинает ехать назад. И через два бугра получает в голову на 650 и все. Да, это тоже нужно учитывать, учиться по-новому мансовать против штурм САУ, но есть танки, которые пока две секунды там или сколько летит снаряд, танк не успеет отъехать, допустим, какой-нибудь Е3 или многие американские танки, они назад очень медленно едут и каждый раз на откате их будут подлавливать. Да, конечно, можно как-то приловчиться, научиться мансовать по-новому, пытаться обманывать, но в любом случае иногда бывают такие позиции, где ты стоишь на одном месте от насыпи, от кучи там и пытаешься что-то оттанковать и тебе некуда особо ехать. А карты у нас обычно какие? Три направления, по центру у нас там какое-нибудь поле, где там ЛТшки пытаются кататься и слиться на первой минуте и два фланга по краям, две канавы, одна для СТ и ПТ, другая для ТТ и жирных ПТ. И вот штурм САУ каждый раз будет приезжать на направление тяжелых танков, чаще всего, чтобы разбирать жирных, которые стоят в позиции, которые туда ползли, 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 приползли и вот. Иногда, конечно, штурм САУ могут поехать и на фланг для средних танков, если им там будет удобнее. Если на этом фланге будут союзники, то в принципе с их поддержкой тоже можно гадить врагам на голову. Если кумули не пробивает, то на штурм САУ можно и фугасами поставлять. Да, они не оглушают, но в принципе нормально так дамажат потихоньку, по 300 плюс-минус там в тяжей. Плюс еще есть сплэш. Из видео Юши можно понять, что ему не нравится, что обычная арта с оглушением наносит столько же урона, Объект-261, как и Объект-261 вариант 4 штурм САУ без оглушения. Но нужно учитывать, что у штурм САУ больше хп, больше брони, а Объект-261 стреляет из сейва сдалека. У них разные минусы, разные плюсы. Нельзя сказать, что у них должно быть одинаково. И скорее фугас тут у штурм САУ, как вспомогательный снаряд, поставлять в тех, кто спрятался, и кумуль некуда воткнуть. Или если забрать какого-то шотного, или в целую кучу, стрельнуть сплэшем, чтобы там многих зацепить по 200 хотя бы. На мой взгляд, фугас у штурм САУ не должен много сносить. Примерно фугас сделан нормально. А вот кумулятив, у него либо слишком навесная траектория, либо слишком большое пробитие, и он пробивает там, где не надо, поскольку 300 это слишком много, и альфа, на мой взгляд, тоже большая. Это первое, что мне визуально не нравится на штурм САУ, это то, что она сильно много дамажит. При правильных условиях, если играть безошибочно, выбрать нормальное направление, изучить позиции для штурм САУ, научиться их занимать, и если под них будут подставляться и нормально стрелять, не как Юша, то оно дамажит просто жесть. И дамажит в кого? В тяжелые танки, которые сдерживают впереди направления в единственных нормальных позициях, а других на картах на направления для тяжей особо там и нет. И тут такое вот мнение, что вот штурм САУ делает новый взгляд на карты, на игру, там под новыми углами, туда-сюда. А как там новый взгляд на игру и под новыми углами у тяжей, которые впереди стоят, пытаются и направление сдержать, и против врагов поиграть, а им на голову кумули с пробитием 300 прилетают с альфой 650. У них там с новым взглядом на игру нормально, новый взгляд на карты тоже нормально, да? При этом тяжелых танков в бою иногда бывает так мало, что мне кажется, с вводом штурма САУ их больше точно не станет. На мой взгляд, на тяжах и так душновато играть, с нынешней артой каждый бой по 2-2-6-1 объекта. На мой взгляд, арта и так слишком популярный класс техники, и не важно, насколько он там влияет, не влияет, он очень токсичный и мерзкий, раздражает людей уже лет 10. На мой взгляд, не стоит добавлять еще один вид арты, который будет токсичный и раздражать людей. И если почитать комментарии под видосом у Юши, то можно понять, что довольных штурм САУ вообще я не видел там в принципе. Буквально один комментарий из сотни, при этом Юша говорит, не нужно говорить типа не вводите штурм САУ, лучше предложите, как их улучшить. В нынешнем виде штурм САУ вообще нельзя вводить в игру, это 100%. Это первое. Второе, если людям оно не нравится, почему они не могут сказать, что оно нафиг им не надо в игре? Почему-то уже как будто бы решили, что 100% это введут. Точно также было и с прошлыми некоторыми вещами, которые люди не просили, и все равно через силу это ввели, и оно никому не нравится, и многих до сих пор раздражает. Я даже не буду перечислять все эти вещи, которые ввели в игру, и они нас бесят уже много лет. Вы без меня все это сами знаете. И вот очередная. Может быть в начале штурм САУ будут не особо эффективные, и многие, кто на них начнут играть, поймут, что на них играть не так уж легко. Но те, кто научатся и потратят на это достаточно времени, изучат карты, позиции, научатся на них хорошо стрелять, я думаю, что они будут очень сильно поджигать жопу, особенно медленным тяжелым танком, позиционным. И я думаю, что это ни к чему хорошему не приведет. Я вообще не вижу в какой момент это должно понравиться основной аудитории игры мир танков. У многих танков сверху крышки двигателя и крышки башни, они вообще тонкие. Нужно сделать такое пробитие у штурм САУ, чтобы оно пробивало только эти места. А 300 это даже в лд многих танков будет спокойно пробивать. Те люди, которые будут играть на штурм САУ, для них стрельба будет максимально мерзкая, когда они будут стрелять с кумулей. Поскольку снаряд же не летит всегда в то место, куда целишься, а нужно попасть именно в крышку, допустим. Но они будут в равных условиях, на обычных танках тоже стрельба ни разу неприятная. Но с нынешним пробитием и перезарядкой 21 секунда и Альфой 650 это слишком жестко. Да, если неправильно выбрать направление, не научиться хорошо на нем стрелять и допускать ошибки в бою, конечно, да, оно может там и с нулем весь бой что-то там куда-то пыхтеть в никуда. Это, конечно, да, на любом танке можно так плохо играть. На мой взгляд, в рандоме переизбыток объектов 261, в принципе, слишком популярная арта, их очень много, особенно на десятках. Это слишком сильно душит игру и целевую аудиторию. Также очень много ПТ-шек. Да, конечно, часть из них можно считать практически тяжелыми танками, но в любом случае их много. А вот тяжелых танков, наоборот, по моим ощущениям, недостаточно. И введение танка, который в основном направлен на уничтожение того, чего и так почти в рандоме нет, это какое-то абсолютно непонятное действие. И зачем это делается, я вообще не понимаю. То ли разработчики хотят куда-то артоводов пересадить, то ли дать им возможность что-то еще покачать, как-то заставить их шевелиться, поскольку артоводы свои 5 арт 10 уровня выкачали 10 лет назад, новую арту им не вводят, и они просто сидят на десятках АФК 10 лет, кнопку жмут. В общем и целом, я вообще никаких положительных сторон введения Штурм-Сау не вижу. Особенно на маленьких картах, коридорных, с узкими направлениями, где тяжи просто будут жестко получать по балде. Да и на различных открытых картах тоже есть места, куда можно на Штурм-Сау поехать. На Малиновке там на гору, допустим. На Прохоровке возле Железки стать и просто через бугорок тяжам на голову гадить. А зачем это делать, ведь эти танки единственные, кто сдерживают направление. Зачем их убивать в позициях, где они пытаются засейвиться и сдержать направление, я не понимаю. Бои все равно быстрые, ускорять бои, чтобы танки не задерживались в позиционках, и я вообще не знаю, зачем это делать. Мне кажется, это абсолютно противоположное, не то, что нужно рандому. Вот если бы Штурм-Сау аптечками стреляли по тяжам, я бы сказал, да, вот это то, что надо. Так они наоборот по 650 кумулям им на голову. Неадекватная траектория, слишком большое пробитие, большая альфа, плюс еще возможность увеличить в себе дальность стрельбы и убивание единственных танков, которые сдерживают направление, и так в очень быстрых боях, но это просто жуть. На мой взгляд, Штурм-Сау вообще как-то неправильно выглядит, это первое. Второе, самый главный тезис, при котором делались Штурм-Сау, что говорили разработчики, это то, что Штурм-Сау можно дать в ответ, вон она, типа, близко стреляет. Нифига ты ей не можешь дать в ответ, дать сдачи. Она-то может быть вон где-то метров 200 до нее, но она же стоит за буграми, за кучами, за скалами или еще за чем-нибудь. Если ты поедешь прямо непосредственно к ней, ты по дороге сольешься об союзников, которые вокруг нее стоят. И ты ей сдачи не можешь дать, только когда ты продавил направление и уже едешь вперед, там где-то она стоит или, может быть, убегает. Она же не выезжает на прямой прострел. Обычному танку нужно вылезти, даже если он не светится, а стреляет в вас, то все равно он в прямом простреле. Где-то там с куста стреляет или еще от кого-то. А это через рельеф перекидывает. Ты ей сдачи никак в ответ не дашь. На мой взгляд, оно вообще не работает. Оно неправильно, это не надо. Это нужно балансить по-другому, а лучше вообще придумать какой-то другой геймплей или смысл. Поскольку то, что там какие-то артоводы под новыми углами на карты посмотрят, мне это вообще не интересно. Я бы вообще арту куда-нибудь подальше запихнул бы. Она меня бесит с 2013 года. Это единственное, что стабильно и больше всего меня раздражает в игре. Есть еще некоторые вещи, которые меня бесят. Распределение снарядов при цели, дисбалансные карты, коридорные карты, балансировщик. Но больше всего мне всегда бесила арта. А с введением оглушения еще больше стало бесить. Зачем мне еще и штурм арта, я вообще без понятия. И главный смысл, с которым это делалось, он вообще не актуален. Его нет. Пишите свои мнения в комментариях. С вами был Варчик. Радите красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи. Пока.